Добрый день! Добрый вечер! Мы рады вас приветствовать на телеканале ЛРТ+. Я Лариса Кириллова и вы смотрите программу «Латгальская СС и бизнес». Мы продолжаем разговор о работе Латгальской специальной экономической зоны. И в ходе первой программы участниками, которые были управляющей Латгальской СС Ива Томальна Табана и ее заместитель Владислав Станкевич, мы узнали, что из себя представляет Латгальская СС и какие возможности сегодня она предлагает для развития бизнеса потенциальным инвесторам. Сегодня мы продолжим говорить об этом и узнаем об этапах развития Латгальской СС за последние 6 лет. Также узнаем, насколько эффективным был этот период с точки зрения экспертов и выясним, насколько результативными оказались эти годы. И я представляю своего гостя. Это председатель комиссии по надзору Латгальской специальной экономической зоны Янис Лачплесис. Добрый вечер, Янис Антонович. Здравствуйте. Итак, как я уже сказала, в принципе Латгальская СС у всех на слуху. Проектов реализуется в последние годы много. И тем не менее, цикл программ о Латгальской специальной экономической зоне мы начинали с истории ее создания. Но вы были одним из тех, кто действительно стоял у истоков реализации этого масштабного проекта. Тем более, что, возможно, не каждый был ему рад, если мы говорим о других регионах нашей страны. Поэтому хотелось бы выслушать ваше мнение. С вашей точки зрения, в чем суть Латгальской специальной экономической зоны? Для чего она нам была необходима? Ну, если посмотрим назад, решение о создании Латгальской экономической зоны было принято одновременно с тем, как начиналась первая специальная программа поддержки Латгалии. То есть, если мы все время говорили о том, что здесь регион сложный, здесь нужны дополнительные меры по его развитию, что процессы социально-экономические не идут так, как надо. То, что инвестиции распределения, в принципе, несправедливы, и нет равных условий конкуренции в Латгалье, скажем, с районами, которые около Риги, то на тот момент специальное заседание комитета министров посмотрели все статистические показатели и приняли решение, что надо специальная программа Латгальской помощи. Ну, определили там пакет на основании программы Латгалии 2020, по-моему, развития ее была, да, или даже 2030. Ну, по тем временам, казалось бы, там, большую сумму выделили, там, да, в десятках миллионах ее можно считать, но было же понятно, что кардинальных изменений в ситуации в регионе не даст. Да, что-то мы улучшим, но этого ситуацию в целом не изменить. Ну, и когда мы, всегда же представители региона, мы спросили больше, дайте, и так далее. И когда уже по финансированию, по этим источникам стало понятно, что больше не будет, ну, тогда такая фраза была, ну, не можете деньгами дайте нематериальными благами. Ну, и что хотите? Хотим Латгальскую СЭС, да. И тогда премьером была Стравима, в общем-то, да, и да, поддержали эту инициативу. Ну, она не так, не в разговоре появилась. Работали над этим вопросом давно. То есть я следил за вопросами СЭСа с момента принятия первых законов, когда была создана и Рижская, и Репайская, и Венспирская, и Розыгненская СЭС, ну, условно, там говоря, в каждом регионе по одной, кроме почему-то, виденной, вот этой СЭСа. И тогда мы тоже хотели, вновь купился, не получилось. И потом уже поняли, что надо идти другим путем, и все время держали это, как бы процесс готовили. И Латгальский регион планирования активно участвовал, изучали опыт положительный за границами. И вот та модель, которую мы видели в Польше, в принципе, да, она и легла, в общем-то, в основу этого предложения, которое было сделано для создания Латгальского СЭС. И так спасибо всем, кто поддержал, понял, и дальше уже начали работать. Мы все прекрасно понимаем, что каждый проект состоит из этапов, а тем более, если мы говорим о таком проекте, как Латгальская специально-экономическая зона, по большому счету все создавалось с нуля. Вот нас, кто вас поддержал в этот момент, да, с чего приходилось начинать работу? Одно дело, там, правительство приняло решение, сказало, что Латгальский СЭС быть. А что с финансированием? И вот эти такие вопросы, наверное, которые, ну, потянули за собой другие. Ну, Латгальский СЭС, в общем-то, считается юридически, что шесть лет работает. Шесть лет назад было принято нормативные акты, закон. Для реальной работы, начала работы с предпринимателями было необходимо разработать целый ряд еще нормативных документов, начиная от решения Кабинета Министра и согласоваться с Министерством регионального развития, определить порядок обмена документами самоуправления, разработать все документы внутри региона планирования. И, конечно, главным, как показала женщина, когда мы готовили законопроект, мы решили делать специальную экономическую зону на базе региона планирования. Это было правильное решение, потому что именно регион планирования и самоуправление были те, кто двигали этот проект вперед. Ведь вот этот, вот сейчас, 2022 год, первый год, когда СЭС финансирует государство. Выделили деньги, да? Остальные пять лет СЭС работал только за счет того, ну что сбросили самоуправление. Ну что с предпринимателей, которые работают в СЭЗе, да, имеют статус СЭС, СЭС не берет ни копейки. Финансирования нет. Поэтому то, что мы успешно прошли вот этот этап, это, ну, большое спасибо вот работникам региона планирования, особенно и Вети Малине, и ее команды. Ну, я не говорю, финансировали только самоуправление. Ну, сбросились там деньги и все. Буквально для проекта такого масштаба это вообще отсутствие, можно сказать, финансирования. И наши недоброжелатели, я думаю, может быть, и надеялись, что мы не получим эти деньги. Ну, не сможем развить этот проект. Ну, все пошло немножко иначе. Если мы посмотрим сегодня на результаты всей этой работы, да, то сегодня там работает 24 предприятия. Заключено 43 договора. На сумму инвестиций 35 миллионов. Уже создано 246 рабочих мест. А до 2025 года, вот по заключенным договорам, их будет еще 177. А сумма льгот налоговых, которые могут получить там предприятия по проектам, которые они подали, уже больше 35 миллионов. То есть это достаточно существенная поддержка для нашего региона и в виде рабочих мест, и в виде привлеченных инвестиций. И главное, что есть очень хорошие наработки. То есть это уже вложено 35 миллионов? Нет, это будет вложено по заключенным договорам. А вот на сегодняшний день, если мы говорим о цифрах, сколько уже? Они меняются. То есть там очень трудно. Фиксировать инвестицию можно тогда, когда она завершена. Да, и когда уже получаешь льготу. Нет, 35 миллионов это то, что уже вложено, в принципе, да, но на которые начисляются уже налоговые льготы. Вы говорите, что заключены договора, но вот как человек простой думает, вот есть предприятие, ему разрешено по разным критериям работать на территории Латгальской специальной зоны. Надо сказать о том, что Латгальская специальная зона может быть везде по большому счету, где есть предприятие. Правильно? А что значит договора? То есть он выполняет один договор? Вот объясните вот этим. Лариса, на самом деле принцип работы Латгальской СС очень простой. Сделал инвестицию, создал рабочее место новое, получи налоговую льготу. Даже если ты уже работал за это? Даже если, то есть инвестиция или новые рабочие места сделал, получи льготу. То есть как бы ее надо только правильно и вовремя оформить и все дела. То есть и ты получаешь льготу именно на свою сделанную инвестицию или созданное новое рабочее место. То есть новое рабочее место, это уже после последних изменений можно получать, как инвестицию считать зарплату, которую выплачивается за два года, она вновь в созданных рабочих местах. Поэтому отсюда и все результаты и все действия, которые происходят. По большому счету договор это новый проект, который планирует реализовать предприятие. Каждая инвестиция это договор. Вот вы будете покупать оборудование или недвижимость для развития своего бизнеса, в результате будете делать какую-то продукцию, и вот на это заключаете договор, получаете статус предприятия СЭС и будете иметь льготу в зависимости от объема своей инвестиции. То есть и все это никак не влияет на другие действия предприятия. Закончился ваш проект инвестиций, то есть выберите льготу, автоматически перестанете быть предприятием СЭС. Но хотите льготу увеличить, делайте новый проект, никаких проблем нет. Создадите новые рабочие места, специально будете там делать сама. Приходите, заключайте договор, на эту сумму зарплат можете получать льготу налоговую. Поэтому так и было, что предприятия, которые начинали работу, зачастую приходились маленьким проектом, попробовали, работает. Пришли со следующим. И сегодня у нас поэтому количество договоров и количество предприятий, которые работают со статусом СЭС, довольно существенно отличается. А вот на начальном этапе предприниматели, они стояли в стороне и смотрели на вас вдоль. Ну посмотрим, что там у других получится, потом может быть что-то сами придумаем. Или все-таки они, ну, авантюристы у нас, скажем так. Ну, разные ситуации были. Те, кто приходили, бывали приходили как бы сразу, были готовы идти на более широкие, ну более объемные проекты. Но, как правило, все-таки начинали с маленьких, как я уже говорил. Попробовали и идет. А были такие ситуации, когда я встречаю там нашего предпринимателя, который, ну, сделал инвестиции там близкие к миллиону, да. Ну, а что ты не пришел в СЭС, ну, получил бы там 200-300 тысяч налоговую льготу. Говорит, да не поверил, что это может быть. То есть не было так, чтобы наши Долгопилска не знали. Мы давали по возможности, несмотря на ограниченное финансирование, и на телевидение ходили, и в радио, и в интернете везде давали информацию, да. Но относились скептически. Может быть, пугало то, что работа, ну, по каким-то либо вещам, связанным с регулированием Миров Союза, очень бюрократичная обычно, да. У нас наоборот. Все настолько просто для предпринимателей, да, что вот это чаще всего приходится слышать, никогда не думали, что так мало бюрократии. Ну, если, может быть, на первом этапе желающих было и немного, то сейчас, наверное, все-таки это число увеличивается, да. В этой связи вопрос, какие критерии все-таки они должны эти предприятия, ну, каким критериям они должны соответствовать, чтобы действительно им этот статус был присвоен, и они могли бы воспользоваться этими возможностями. Конкурс, может быть, есть какой-то? Нет, нет, никаких конкурсов нету. Если, как я уже говорил, создаете рабочие места, делаете инвестиции, приходите за налоговыми. То есть приходите только до того, как их будете делать, потому что надо составить бизнес-план, заключить договор, обратной силы нету, да, на получение льгот. Да, есть некоторые ограничения по отраслям, которые не поддерживаются, скажем, это, ну... Связывая с оружием, да, ну, сельское хозяйство, у них свои программы поддержки, поэтому они не попадают в специальные экономические зоны. Но есть предприятия перерабатывающие, которые при определенных условиях могут получить, да. Поэтому с каждым своим проектом приходите, дадим консультацию, скажем, можно, нельзя, что сделать, чтобы получилось. Если такая возможность есть, у нас есть специалисты и в Далгопилсе, и в Риге, и в Резакне, работают очень открыто для контактирования с предпринимателями. Сегодня у нас есть такие возможности, и мы помогаем, и будем помогать всегда. Ну, вот вы же встречаетесь с предпринимателями, вот как вы можете описать портрет тех, кто действительно решается, ну, по сотрудничеству от Гальской СС? Ну, условия, на каких вы можете получить, они сами по себе определяют, да. Это те предприниматели, которые развиваются, которые развиваются и верят в свой успех. Потому что на сегодня главная льгота — это налог на прибыль. Значит, предприниматель делает инвестицию или создает рабочие места, иначе он не получает наш статус, да, и знает, что в итоге я или заработаю, ну, заработаю и прибыль, но налог на недвижимость — это сегодня не такая большая, не такой большой бонус для наших бизнесменов, хотя все равно он никому не мешает, да. Вот он и есть портрет этого предпринимателя, который работает, который верит в себя, который активен, да, или инвестор, который приходит работать с нам, использовать, ну, новый рынок, потому что достаточно ограничен, значит, другие возможности, которые представляются в нашем регионе, то есть, ну, в том числе и льготы специальной экономической зоны, да, которых, в общем-то, за ее пределами, ну, в Евросоюзе нет. Нам необходимы были хоть какие-то инструменты, чтобы наш регион был бы конкурентоспособен со всей остальной территории и Латвии дополнительной, потому что своих проблем у нас хватает, далеко порты, в общем-то, немножко проблемы с инфраструктурой, в принципе, да, хотя сейчас есть программы для самоуправления, которые развивают инфраструктуру предпринимателей, если мы это все складываем вместе, да еще добавляем наши высшие учебные заведения и техникумы, которые готовят квалифицированные кадры, нам есть что предложить уже предпринимателям, поэтому все хорошо, значит, иначе бы вот в этих условиях, когда мы опять с железного занавеса, у нас было бы очень сложно, но сегодня, несмотря на это, предприниматели продолжают смотреть на процессы развития, приходят к нам за льготами, значит, они верят в свое будущее и готовы, скажем, инвесторы приходящие, понимая, что у нас регион стал немножко более, ну, повышенного риска и все равно сюда приходят и готовы работать. Иностранный капитал приходит или все на местное? Происхождение капитала, дело очень условное. Нет, нет, вот буквально же у нас в городе, в том числе и Латгальский СС, вот статус предприятия Латгальского СС получил Пульсар, это крупный инвестор, все-таки с иностранным капиталом, поэтому есть, ну, все-таки, а с другой стороны радует, что пока мы самые крупные проекты инвестиций, это латвийский, латвийское предприятие. Но есть информация, что в Ливане тоже как бы расширяется, вот… Ну, это и есть наш самый крупный инвестор. А, иностранный капитал. В принципе, да, разных деталей изделий, они не только поставляют оптическую изничество, они поставляют готовые изделия и для медицины, и для науки, и все-таки 12 миллионов, которые они вложили и планировали создать изначально 37 рабочих мест. Фактически получилось у них по отчетам 82, а в реальной жизни, когда говорим, получается и около 100 уже этих рабочих новых мест, ну, это просто радует, да, они, ну, в своей отрасли в тройке мировых лидеров отрасли предприятия, да, то есть это… Ну, и зарплата у них соответствующая, это одни из лучших плат. Высокие технологии подразумевают высокие зарплаты. А Латкальская СС, она предназначена только для производителей, скажем, или все-таки производители услуг или чего-либо еще тоже имеют право отбыть там? Главным критерием, да, если вы не попадаете в перечень тех отраслей, которые просто запрещены, то есть оружие не производите там и похожие вещи, да, то, как правило, все-таки свою хозяйственную деятельность предприятие, имеющее статус Латкальской СС, должно вести на той территории, на которой получается этот статус. Принципиально, как вы говорили правильно, может быть, в любом месте Латкалии, но хозяйственная деятельность должна проходить там, да, но при оказании услуг по-разному. Если вы можете эту услугу оказывать и производить здесь, да, а вот транспортное, скажем, предприятие, оно работает, ну, территория его услуг, в принципе, не определена, но если есть какие-то, ну, какие-то, ну, оборудования и так далее, которые точно привязаны к этому месту и там оказывают услуги, даже эта отрасль может получать поддержку. Вы поэтому имеете, задумали что-то инвестировать и развиваться, приходите, поговорим, поищем возможность, как вас поддержать. То есть Латкальский СС не только для крупного бизнеса, но и для среднего, а может быть даже и мелкого, да? Конечно, да. Приходили к нам предприятия на том статусе, в том статусе, когда только начинали развиваться и работали. Ну, сегодня самый маленький проект у нас примерно 20 тысяч, да, но были и меньшие в истории эти проекты. И даже если ваша инвестиция измеряется там несколько тысяч, не стесняйтесь, приходите, только поймайте, что льготу получите, когда у вас будет прибыль или налог на недвижимость. Да, поможем, и никаких ограничений здесь нет, и бюрократии огромной тоже нет. Ну, я так понимаю, мы уже в прошлый раз говорили с вашими коллегами о Латкальской спинной зоне по отношению к Резакнинской СС, да? Но они не конкуренты или все-таки конкуренты? Ну, в тот момент, когда мы говорили о создании Латкальской СС, о его финансировании, о участии там всех самоправлений, ну, естественно, что Резакнин отнеслась несколько настороженно, все-таки, да, инвестор, который хотел получать такие льготы, мог получить их только у них. Сейчас это все-таки вся остальная территория в Латкальской СС и остальная территория Резакнин, которая за пределами СС, поэтому если предприятие получит статус с предприятия СС в Латкальской, от этого Резакнин не хуже, да? Да, то есть у них там рабочие места все равно у них, налоги у них, инвестор пришел к ним, да, поэтому там, ну, нашли мы, в общем-то, понимание, и у нас нет такого плана какого-то, особенно в Латкальской СС. Мы от того, что пришло к нам предприятие, предприятие не имеем ни копейки, мы не берем ничто за то, что… Ни процентов прибыли вы не берете. Да. То есть, поэтому как бы нам переживать, что кто-то там пошел в Резакнинскую СС, мы только рады будем, да, что там развивается предприятие. Ведь у нас одна задача, в принципе, привлечь сюда инвесторов для развития региона, чтобы были новые рабочие места, а от этого выигрывает каждое самоуправление, где это происходит. Угу. Ну, вы уже так отметили, но вот если более четко подчеркнем, все-таки за эти последние шесть лет самый большой объем инвестиций каким был? Ну, самый крупный проект – это Light Guide Optics. У них четыре проекта, они тоже шли вот этим классическим путем. Маленькие, попробовали, побольше, и потом у них действительно были свои большие планы на развитие, и в общем, в сумму их инвестиции 12 миллионов евро – это большой проект, но я думаю, что не последний. Будут у нас проекты побольше, потому что все чаще разговариваем с предпринимателями, которые могли бы претендовать на поддержку по государственной программе больших инвестиций, ну, может, с некоторой завистью, потому что я считаю, что там условия для предприятий, для инвесторов лучше даже, чем у нас специальные экономические зоны, и таким образом нам все-таки потруднее получить крупного инвестора, но вероятная информация о том, как все здесь просто работает и насколько все хорошо, помогает нам, и предприниматели готовы, когда выбирают или эту или эту поддержку, очень внимательно смотрят на те возможности, которые предоставляются у нас. То есть, я понимаю, если ты хочешь работать на территории Латгальский специальный СС, ты должен постоянно развиваться, по-другому никак? Нет, но ты туда можешь попасть не постоянно, ты туда можешь попасть только в тот момент, когда у тебя проект инвестиций, да. То есть, ты его завершишь, ты можешь получать потом эту льготу, там хоть 30 лет, да, и будет этот статус сохраняться, но надо понимать, что льгота у тебя определена твоей инвестицией. Следующая инвестиция – дополнительная льгота. Новые рабочие места, если такой вид инвестиций, выплаченная зарплата в течение двух лет вместе с налогами, тоже сумма, на которую считается как инвестиция, на которую вам предоставляется льгота. Но это уже государственная бюджета, из госбюджета какой-то все. Это предприятие, когда подает отчет, в принципе, да, ну, как если бы по налогу на прибыль предприятие годовой, баланс, там его прибыль, если он выбирает дивиденды, он получает льготу. Но вы уже сказали о том, что Латгайская СС одна из, скажем так, немногочисленных структур, которая лишена бюрократического вот этого составляющего, да. Тем не менее, процедуру предприниматель должен соблюсти. Какая она? Есть проект? Ну, самая главная проблема – не начинать инвестиции, пока не заключен договор. А такие примеры были тоже? Ну, к сожалению, мы видим, что вот пошел, вот мог получать льготу и не пришел, да. Но их все меньше и меньше, потому что информации мы даем, почему так большое внимание выделяем тому, чтобы информировать о тех возможностях, как работать и как получать льготу. Это реальная поддержка нашим предпринимателям. А алгоритм простой. Решил делать инвестиции, развиваться? Приходи сюда. Лучше приди сразу, поговорим, объясним, что тебе надо сделать, как составить твой проект инвестиций. Составил проект инвестиций, мы его утверждаем, получаем решение от самоуправления, что в этом месте можно заниматься этой предпринимательской деятельностью, а с Варамом, соответственно, потом решение о присвоении статуса этой земли, заключаем договор и работаем над инвестицией, и все. Свою часть решений, ну, сначала, ну, у нас было до двух месяцев, но в последнее время мы стараемся уложиться даже в один месяц. Получить от всех, и от самоуправления, и от государственных инвестиций необходимые документы, согласования, хорошо достаточно нашим контактам. Но самоуправления, само собой всегда были заинтересованы, чтобы на их территории бизнес развивался, да, а государственные инвестиции пока относятся. Я думаю, так и будет и дальше. С пониманием все идет очень быстро. Ну, я так понимаю, что любой проект требует контроля, и в данном случае контроля со стороны, в том числе, и комиссии, которую вы сглавляете. Как это происходит? Комиссия приезжает, видит итоги? Ну, в классическом варианте мы стараемся посетить предприятие два раза, если проект посерьезнее. То есть перед тем, как он начинается, смотрим, где это и как будет, и как это все может выглядеть, и по его завершению. То есть нет там какого-то, что мы там каждый месяц сходим, давайте нам отчеты и так далее. Да, все, документация есть, инвестиция проведена, там на месте как бы наши работники, мы посмотрели, что все в порядке, все, подаем, даем заключение, и можно получать льготу. А льготу получают, как я уже говорил, годовой баланс, берете дивиденды. Это то, что так и так предприятие делает в работе службы госдоходов, там ничего особенного дополнительного не надо. К слову, в преддверии этой программы нашей съемочной группе удалось попывать, ну, скажем так, на одной из таких приемок, и в частности, в стиле вместе с членами комиссии предприятия СМД «Балтик». Что из этого получилось, вы увидите из сюжета, который сейчас будет на экране. Отличие Латгальской специальной экономической зоны от других заключается в том, что у нее нет привязки к отдельно взятой территории. Она автоматически появляется там, где работает предприятие, которое реализует инвестиционный проект в сотрудничестве с Латгальской специальной экономической зоной. Да, выпал с ней исключение. И сегодня на административной территории города, а также Ауртаговского края, работают 15 компаний, которые являются участниками Латгальской СЭС. СМД «Балтик» – одна из них. Предприятие СМД «Балтик» было основано 18 января 2017 года. Сегодня это динамично развивающееся предприятие, работающее на экспорт и которое специализируется на сборке электронных изделий, начиная от поставки электронных компонентов и заканчивая индивидуальной упаковкой. В настоящее время СМД «Балтик» при взаимодействии с Латгальской СЭС реализует уже 11-й по счету инвестиционный проект. В рамках этого проекта была приобретена мультиустановка MP2000. Она разделяет мультиплаты на отдельные. Различные формы можно разделить, получив качественный результат. В установке встроена камера, которая помогает записывать программы и следить за процессом. Установка также имеет функцию отсасывания пыли, которая позволяет сохранить плату чистой после работы. Это оборудование позволяет добиться качественного, быстрого, точного результата. На прошлой неделе с ходом реализации проекта на СМД «Балтик» знакомились председатель комиссии по надзору Латгальской СЭС Янис Лачприсис и представители администрации Латгальской специальной экономической зоны. «Очень хорошо, что приятие развивается и они уже делают свой одиннадцатый проект. Хочу пожелать им успеха и таких же темпов развития на будущее, чтобы количество проектов стало бы еще больше. Но с нашей стороны будем бороться за то, чтобы добиться изменений законодательства в налогах и льготах, чтобы у предприятия было бы еще более эффективное и доступное помощь со стороны государства». Данное сотрудничество очень позитивное и, безусловно, стоит писать проекты, поскольку это не только возможность увеличить свою конкурентную способность, улучшить качество продукции, но и получить целый ряд бонусов в виде скидок на налог на доход предприятия, а также на налог на недвижимость в размере 100%. За шесть лет с начала создания Латгальской специальной экономической зоны было реализовано 23 инвестиционных проекта. Заключено 43 договора на сумму 35 миллионов евро. – Янис Антонович, вот мы увидели этот сюжет, а вот на самом деле здесь все хорошо, а в практике Ваши были случаи, когда комиссия оставалась недовольной и возникало очень много вопросов? – Мы вопросы должны задавать на первой стадии, когда готовится проект. Если в результате проекта что-то происходит, конечно, мы реагируем, мы помогаем. У нас не может быть недовольство, надо изменить сроки, пожалуйста. Бизнесмен подал объем проекта на 200 тысяч, а купил оборудование подешевле. Мы меняем суммы инвестиций без проблем. У нас нет лишней бюрократии и реагируем очень гибко. Поэтому, ну, недовольство не может быть. Нас очень огорчает, если какой-то проект не получается. Как правило, это если или и за все-таки проблемами с финансированием, или находят предприниматели поддержки другие, которые несовместимы с поддержкой статуса СССР. – Но большинство проектов… – Большинство проектов завершается. Да, почти все имеют какие-то маленькие корректировки, но это рабочий процесс, и мы делаем его абсолютно быстро и оперативно и без бюрократии. – Ну что же, время нашей программы подошло к завершению. Разговор о работе Латгальской СС мы обязательно продолжим в самое ближайшее время. До свидания всем. Спасибо, что смотрели. Субтитры создавал DimaTorzok